Не теряя бдительность, установившиеся в Подмосковье морозы оказались крепче крещенских. Чем ниже столбик термометра, тем больше тепла требуется на обогрев помещений. Электрические сети испытывают повышенные нагрузки. В период холодов в Щелковском районе отмечено рост числа пожаров. Цифры, хотя несколько ниже прошлогодних, но вызывают настороженность у инспекторов Госпожнадзора. На территории Щелковского района произошел на сегодня 31 пожар. Мы берем с учетом городского округа Фрязино и Лосино-Петровский, так и это наша общая обслуживаемая территория. Двое погибших, к сожалению, у нас на пожарах, а также двое пострадавших. Одна из причин пожаров – использование электронагревательных и отопительных приборов в домах со старой электропроводкой. Если это касаемо электропроводки, то смотреть на ее целостность, чтобы не было повреждений, чтобы мощность электронагревательных приборов соответствовала тем электродлинителям, если они используются, или непосредственно тем сетям. Также электросети, чтобы были оборудованы устройствами защитного отключения. О качестве электродлинителя можно судить хотя бы по его электропроводу. Чем толще его сечения, тем надежнее. Сам электрический обогреватель должен быть оборудован терморегулятором, который отключит его при достижении критической температуры. По отопительным приборам смотреть за исправностью, состоянием вентиляционных, дымовых каналов, состоянием в целом отопительного оборудования. Также рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в ночное время, или если человек находится в другой комнате, в другом помещении, смогут своевременно проинформировать о задымлении. При малейшем подозрении на неисправность отопительного прибора, это может быть запах пластика, следует отключить оборудование и вызвать специалистов. Еще внимательнее следует работать с источниками тепла, использующими открытый огонь. Павел Шагов напоминает основные признаки неисправности печного оборудования. Основные признаки – это, конечно, появление трещин, нарушение целостности дымохода или печи непосредственно. Перед печью должен быть обязательно притопочный лист, чтобы в случае вылета искр не произошло возгорание. Следует обращать внимание и на состояние межэтажных или чердачных перекрытий. Из-за разности температур в дымоходе могут образоваться трещины, через которые в помещении может пробиваться сильно перегретый воздух. Как правило, печи стоят на отдельном фундаменте, а само строение стоит на другом. И вот при сильных морозах или при разности температур баня там разогревается, начинаются подвижки фундаментов, начинается где-то, так называемо, гулять, а не относительно конструкции одна от другой. И вот тут уже может вызвать нарушение целостности и произойти какое-то возгорание. Если возгорание всё-таки произошло, и вы понимаете, что не сможете его потушить самостоятельно, то следует оповестить всех, кто находится в квартире, и покинуть помещение. Достаточно несколько раз вдохнуть угарным газом, чтобы потерять сознание. Не забудьте сообщить о пожаре соседям и позвонить в пожарную службу по единому номеру 112. Консультации по обустройству печей и состоянию электропроводки окажут и в отделе надзорной деятельности по Щёлковскому району. Его адрес вы видите на экране. Инспекторы выйдут на объект, произведут осмотр и дадут рекомендации. По сводкам Росгидромета, морозы в столичном регионе продержатся как минимум до конца февраля. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».